Ну вот сейчас на связи с нами находится Владимир Роженковский. Сейчас у него спросим. Владимир, добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к инициативе дальнейшего снижения процентной ставки? Приветствуете ли вы ее? Ну и вот амнистия капитала, о которой так много говорится, поможет ли это все российской экономике? Ну, насчет амнистии я воздержусь, потому что у нас они объявляются регулярно, раз в квартал. Это уже, так сказать, традиция. А вот насчет снижения ставки, я думаю, что нужно на каждом заседании Банка России ставку понижать. Может быть, нет смысла делать такие резкие движения, вот как в последний раз происходило, но тем не менее у нас нет жесткой монетарной системы, которая бы так сильно указывала взаимосвязь между ставками и кредитно-денежной системой. Поэтому я хотел сказать, что ущерб от текущей высокой ставки, он гораздо выше, нежели преимущества, которые позволяют рублю сохранять стабильность. То есть, условно говоря, если ставка будет даже 15 и даже 13 и даже 12, я не думаю, что рубль будет намного хуже себя чувствовать, потому что наша нынешняя ставка – это в любом случае самая высокая ставка среди всех стран с более или менее крупными и стабильными финансовыми системами в мире. То есть, безусловно, необходимо искать другие резервы для стимулирования промышленности и не дожидаться, когда начнут застройщики говорить, что бизнес разваливается, невозможно кредиты получить, другие представители секторов будут говорить, что они не могут рефинансироваться, например, аграрии по этой причине, а у них срывается пассивная и так далее. То есть, не нужно. Это уже вот сейчас скоро начинаются все эти весенние инициативы. Необходимо, мне кажется, до весны все-таки бизнес-сообщество российское каким-то образом вернуть к комфорту, хотя бы минимальному. – Владимир, у нас еще одна тема есть. Сегодня мы увидели финансовые результаты «Новотека». Так, по международным стандартам, в 2014 году чистая прибыль сократилась на 56%. И что еще важно, «Новотек» увеличил в то же время объем реализации природного газа почти на 5% в том же самом 2014 году. Как вы можете прокомментировать отчетность «Новотека»? – Ну, вы знаете, Елена, на самом деле, я думаю, что «Новотек» пострадал сугубо по финансовым монетарным факторам. Потому что в плане производства, в плане операционной деятельности у него все в порядке. У него даже нет тех проблем, которые мы видим у «Газпрома». Мы видим, что «Новотек» наращивает объемы выручки. То есть, казалось бы, все хорошо. И, в общем-то, в этой ситуации, казалось бы, даже должно было бы все помочь. Девальвация рубля и так далее. Но вот то, о чем мы говорили еще полгода назад, когда Минэкономразвитие говорил, что нам очень сильно нужна умеренная девальвация. Так вот, приходят очередные подтверждения того, что никакая девальвация на самом деле нам была не нужна. И по той причине, что лизинг, например, тот же оборудование, которое получает «Новотек», он, естественно, идет в валюте. И у него рост платежей по лизингу съедает все те преимущества, которые он получает от девальвации рубля. Помимо лизинга, разумеется, кредиты. Но их не такой, конечно, большой объем, как у наших лидеров, как у «Газпрома», «Роснефти». И так далее. Но, тем не менее, все равно. Ну, у «Новотек», конечно, основная статья – это лизинг. То есть, это говорит о том, что необходимо все-таки курсовую стабилизацию поддерживать. Она, в первую очередь, важна для возможности планирования расходов, для реализации инвест-программы такими компаниями, как «Новотек». Спасибо большое, Владимир. К сожалению, время наше истекло. На связи с нами был Владимир Ружанковский. Это был «Рунок онлайн». Ильяна Хрупова, не переключайтесь. Всего вам доброго.